Что-то как-то свято, как будто бы маловато, бля. Ну и что вы, братья, как говорится, а когда не записывали, бля? Смотрите, видос будет просто разговорный. Наверное, больше даже не для вас, а для себя, чтобы просто это осталось, так сказать, в аналах интернета. Чтобы потом, спустя время, я мог это пересмотреть, ну и просто интересно послушать. Потому что я уже пробовал, знаете, когда ты записываешь, отправляешь куда-то на диск, какой-нибудь облачный, это там пропадает. А тут залил всё в ютубе, блядь. Люди посмотрели, покринжевали. В целом, как будто бы у меня такое ощущение, что многие не понимают, что я за человек. Вообще такое чувство, да, человек типа, ебать, какая-то звезда тут у нас появилась. Но тем не менее, возможно, просто кому-то интересно там узнать про мою жизнь. Ну и почему так часто пропадаешь, брат? Чему так нахуй делать, я вообще не понял. Давайте я вам для начала просто покажу квартиру, чтобы вы понимали, что к чему. Покажу вам квартиру. Для начала, смотрите, у меня есть друг Дима. У него есть знакомый. Мы его называем Иван Американец. И он Американец, потому что он занимается перепродажей всякой хуйни. На ebay, короче, где-то что-то находит, перепродаёт. Но в основном это вещи. Потом, как я уже понял, статуэтки. У него большая коробка паровозиков. Короче, металлические паровозики. Из Австрии он их типа купил. Они с 76-го года. Ебать, он их очень дорого, короче, продаёт. Типа один вагончик там за 15 тысяч. Вот. И он решил уезжать в Калининград. Ну, то есть он уже уехал. И это его квартира. И он такой, блин, не хочу сдавать её незнакомым людям. Ну, типа, и неохота, чтобы она проставила в плане, ну, коммуналки. Типа, сдам знакомому кому-то, чтобы он тут жил. Вот. Он сказал, это Диме. Дима это сказал мне. Мы с этим Иваном пришли, познакомились. Это уже дед. Как оказалось, ему типа 60 лет. И по квартире я это понял. Ну, что ему реально уже дофига лет. Вот. Эту квартиру я снимаю за 15 тысяч. Он сказал мне тут ничего не трогать. Ну, то есть у него все вещи, которые тут были, они остались здесь. Буквально недавно мы с... Ну, я там прибрал у него вещи. Какую-то небольшую перестановку сделали. У него вот здесь вот сзади, где стоит кресло, стояли 4 велосипеда. Они тоже какие-то, блядь, пиздец дорогущие. Там один велик, Peugeot. Хуй знает, сколько он стоит. Ну, типа, старый велик. Они сейчас стоят там за диваном. Два велика. Два велика уехали в шкаф-купе, короче. Они там живут. Вот. Ну, он про это, по сути, не знает. Но, типа, в целом, как будто бы я тут ничего не менял. То, что тут все очень дорого. Он сказал, а, интересная история. Мы когда с ним пришли, короче, ну, знакомиться. Он говорит, Костя, у тебя, типа, вообще, ну, как с девочками? Я такой, ну, типа, нормально. Он такой говорит, ну, смотри. Если будешь сюда девчонок приводить, будь аккуратен. Потому что у меня тут, типа, статуэтки. Он какие-то, кстати, статуэтки у него, я потом покажу. Он их убрал. Где-то спрятал, короче, чтобы я их не разбил, либо не спиздал. Вот. Он говорит, смотри, чтобы, типа, девчонки тебя не напыли клофелинами. Я вам это рассказал для понимания, типа, что это за квартира. Я ее снимаю за пять тысяч. Ну, пять тысяч плюс коммуналка. Типа, впереди, это цена пиздец подарок. Квартира кажется захламленной. В целом, она так и есть. Сейчас, типа, тут попросторнее стало, потому что я вещи некоторые у него прибрал. Вот. Но, когда ты в ней находишься, в ней очень уютно. Вот, видите, по заднему фону прикольно выглядит. Ну, типа, если захватывать все остальное, то, как бы, это странно немножко. Ну, типа, какие-то вещи, одно другое. Но, в целом, квартира уютная. Ну, то есть, мне тут нравится находиться. Так, ну, все, сейчас покажу вам хату. Это, типа, входная зона, ну, то есть, дверь. Здесь, я как понял, вообще была однушка. Он, типа, стены снес, и хата стала, типа, студией. Такие вот моменты с обоями. Да, есть такая история. Тут у него стоял стиральная машинка. У него их, блядь, три. Одна тут стояла, она не рабочая. Одна стоит в параше, сейчас вам покажу. Вот, одна стоит в параше, короче. Она рабочая, ну, типа, с ней все окей. И третья маленькая малютка, я ее на балкон вынес. Две туалетные бумаги у меня тут. Одна для меня, вторая для гостей. Ванна, ну, ванна, типа, нехуй показывать. Обычная ванна, типа, такая вот. Ничего такого, стену там надо будет подкрасить. Ну, это потом уже все дело сделается. Такой вот пропеллер тут стоит у него. Шкаф у него. Я его не буду особо открывать. Ну, короче, там вещи всякой хуйня. Я туда все не нужна. И все. Далее, квартира выглядит вот так. Ну, как будто бы неплохо. Нормально. У него огромная, блядь, просто плазма тут стоит. Он ее, ну, типа, она, у него, видимо, на стене висела. И когда он стену снес, сюда поставил. Она просто полтора метра, нахуй, в длину. Мы ее так и не смогли подключить и забили хуй. Диван, он расправляется. Большой, огромный. Он вообще любит всякую хуйнюритетную. Смотрите. Вот, допустим, вот эта картина, она в каком? Сорок... Сорок восьмого года. Прикиньте. Вот это все музыкальные пластинки. Он меломан. Короче, тут вот эта старая установка. Ну, типа, вот это все, это проигрыватель, всякая такая история. Она стоит ебать как дорого. И я когда к нему приходил, чтобы, ну, типа, познакомиться, он включал музыку. Смотрите, у него вот здесь вот колонки стоят. Вот такие вот. Бам-бам. Там еще колонки стоят. Здесь вот такой вот проигрыватель. И сзади, бля, смотрите, какие провода. Ну, то есть вся эта система вообще серьезная. Кресло, блядь, кресло вообще суперское, максимально удобное. Ну, типа, балкон. Тоже особо нечего показывать. Вот старая машинка, которую я вынес. Третий этаж. Хата на третьем этаже. Вот такие вот у него тут статуэточки есть. Ага, понятненько, да? Самолётики. Вот. Картины мудные. Кстати, я вам сейчас покажу. Это вообще разъеб. Я когда... А, я, получается, сплю, глаза открываю и думаю, что за хуйня? А тут. Уяк. Ну, просто картины он собирает в эти старые постеры, да что? Ничего, ничего такого, блядь. Прикольно то, что вытяжка, типа, видите, нету трубы. Она угольная. Ну, то есть там стоит фильтр. Я вообще первый раз такое видел. И она прогоняет воздух. И все. А, кстати, вот такая штука здесь есть. Это, видимо, что-то морское. У него очень много машинок вот таких вот. Всякие разные. История. Блядь. Сейчас я попробую включить. Не знаю, получится, не получится, но должно получиться. О, видали? Подсветочка, вся история. Вот такие мотоциклы. Она достается, типа, открывается, но я не хочу этим сейчас заниматься. Типа, вот все, телевизор, телевизор работает. Свет не... А, кстати, вот интересная тоже история. Вот эта люстра, это, типа, люстра Сваровских. Она не включается, потому что здесь сломался регулятор. Она, типа, поняли? Вот так вот. Жик. Регулируется. И это нак... Ой, блядь. Сейчас бы они тут еще не разбились. Тоже, типа, люстра, короче, дорогущая. Вот такая вот штука. Такие вот кресла. Я обычно тут сижу. Там для гостей. А там кресло для кукол, да. Пока для меня непонятно, зачем он и для чего вообще. Это такой выговорится, рассказать о себе, что ли. Многие, кто меня смотрит, ну, они, типа, до конца вообще не понимают, чем я занимался. Что-то где-то работал. Потом где-то не работал. Ну, то есть, я показывал какую-то определенную часть своей жизни. И многие, когда меня встречают живую, они говорят, блин, я думал, что, типа, ну, ты веселее. Ну, то есть, в интернете ты такой, а в жизни ты, типа, ну, какой-то серьезный, собранный, типа, ну, вот так вот. И девчонки многие говорят, я думал, что ты выше. Ну, сори, блядь. Метр пятьдесят у меня рос, что я сделаю. Ну, на самом деле, метр семьдесят шесть. Почему так происходит? Смотрите. Сторис я очень начал снимать давно. Многие сравнивают, что очень похоже с Серегой на Леденка. Безусловно, сто процентов. Мне этот человек так в свое время понравился. Это год, наверное, шестнадцатый был. Я думаю, охуеть. Ну, типа, сторис, для меня это вообще было что-то непонятно, как снимать. Типа, это стрёмно. Ну, типа, это, знаете, еще глупо выглядит, когда у тебя очень мало подписчиков. Ну, типа, условно, там, сто восемьдесят. И, грубо говоря, это все твои знакомые. И, то есть, сложно начать что-то транслировать, что-то говорить, свои мысли. Ну, как будто что-то подумать. Типа, что, блядь, в интернете? Сейчас это уже, конечно, немножко продвинулось с годами. Типа, ну, то есть, многие истории сведут нормально. А тогда этого было очень мало. Я думаю, блядь, прикольно. И начал просто какие-то сторис там записывать без слов. Потом начал что-то, какие-то мысли писать. Знаете, у меня, типа, картинки были там, вот столько текстов. Я просто все говно выливал в интернет, блядь. Какие-то свои мысли. Ну, я тогда был, знаете, еще как юношеский максимализм. Какую-то хуйню там. И многие словечки, это не от Сереги Нолединка. Я смотрел очень много у украинских блогеров. Вот это, хоботицы там. Сейчас чина застипа. Это говорит Андрей Боярский, блядь. Чина. И просто все, ну, он украинец, и все это подхватывают. Многие слова, безусловно, от Сереги Нолединка. И, то есть, манера речи. Я просто ее бессознательно начал копировать. Ну, такое бывает. Со временем я, ну, от этого уже отошел. Даже, знаете, не больше как Серега Нолединка, а Терри Тима есть тип, блогер, короче, в Казахстане. Он тоже сториз снимал. Я всегда, я помню, тогда работал в Армане, в магазине одежды, короче. Армане Эксченч. И у меня был перерыв, там, условно, 30 минут. Я шел кушать. И я, смотри, я ждал, блядь, что у него будут сториз просто, чтобы, ну, пока хавай, что-то посмотреть. Ну, какую-то хуйню вообще снимал. Ну, типа, просто, просто жизнь свою снимал. Его я узнал еще до Сереги Нолединка. Вот, я тогда уже начал сторизы снимать, конечно. Но это были такое. Когда начал смотреть Серегу Нолединка, да, я понял, как можно говорить. Ну, типа, вообще, в целом, как будто бы, знаете, для меня открылся мир, что ты можешь говорить хуйню в интернете. И, типа, ну, и это нормально. Я подумал, ну, прикольно. И постепенно, потихонечку начал к этому приходить. Большинство, вот, как бы, плавно к этому сейчас перейти. Смотрите, где я работал? Я работал вообще во всякой хуйне. Я работал на фейсе в клубе. То есть, с годов, наверное, шестнадцатых, с пятнадцатых, с пятнадцатых, наверное, с пятнадцатого года у нас открылся клуб Дома культуры. Я там друг работал. И потом мы вместе с ним работали несколько лет. Потом в другом я клубе работал. После этого я еще, ну, и параллельно я учился в универе. Меня, кстати, выпизнули. Я учился на факультете физической культуры. Сначала два года отучился очно. На третьем курсе я перевелся на заочку и просто нахуй забил жесткий хуй. И я, прикиньте, недавно вспоминал, я не помню, что я делал, когда я, ну, типа, учился на заочке. Я работал. Или чем я, типа, вообще занимался? Ну, да, вроде бы где-то работал. Потом работал админом в барбершопе. Потому что у меня, ну, все друзья, типа, грубо говоря, все мои знакомые, это из этой сферы. То есть, из сферы стрижек, барбершопов и прочей истории. Вот, блядь, сейчас окно закрою. Вот, холодно, пизда. И, типа, как будто бы по жизни все темпы немножко позанимался этим, немножко позанимался. И какой-то особый навык не прокачивал. Ну, то есть, не было такого, что я начал чем-то заниматься и занимаюсь этим по всей день. Нет, постепенно, блядь, что-то меняется, короче, у меня в жизни. Потом произошло расставание с моей главной бывшей Наташей. Что я потом делал? А, потом я устроил. Ну, короче, я не буду сейчас рассказывать всю историю, блядь, как будто бы на работу устраиваюсь. В чем смысл? Вот эта вся моя история с пропаданием из интернета. Я не помню, как она появилась. Я не помню, откуда у меня пошли вот эти загоны. То есть, смотрите, у меня реально какая-то проблема с головой. То есть, раньше это было ха-ха-ха, типа, блядь, депрессуха, да? Ну, раньше это как будто бы вообще стремно было. Типа, что за депрессия какая-то бабская хуйня выдуманная, знаете, из интернета, типа. И только со временем я понял, что так оно и есть. То есть, я к чему, с чего я начал? Что люди думают, что я и в жизни такой, типа, веселый что-то, вот как в сторис, знаете. Но по факту в жизни я очень, я больше, наверное, по большей части, наверное, все-таки депрессивный человек. Мне комфортно, когда я один. У меня моментами бывают, ну, очень хорошее настроение. Типа, я тогда прям, да, я могу общаться, я прям веселый. Но по большей части, наверное, я не то чтобы грустный, я, типа, ну, просто собранный серьезный. У многих возникает этот диссонанс, когда они меня в жизни встречают. Просто в интернете я все снимаю, когда у меня есть настроение. Когда настроения нет, я ничего не снимаю. И вот заметили, что в последнее время я очень часто, часто пропадаешь, блядь. Часто стал пропадать. Естественно, это связано с моим, ну, внутренним эмоциональным состоянием. Потому что года идут, а, типа, как будто бы в жизни особо-то ничего не меняется. Я думаю, что, ну, у многих так. Ты сидишь в интернете, листаешь рилсы. Там миллионер, блядь. Тут какая-то баба фоткает пизду, зарабатывает столько денег. Ну, короче, в основном сейчас какой-то тренд, но вот это, знаете, миллионер 18, блядь. То есть, у него уже там ламбы, хуямбы. И как будто бы тупо работать на обычной работе. Я заметил вот эту историю, что, блядь, где я работал, не помню. Вроде бы продавцом, вот, ну, типа, продавец-консультант в магазине Armani Exchange. Ебаная работа, ну, типа, ты продавец-консультант, но ты продавец-консультант в Armani Exchange, блядь. И этот момент, ну, типа, как будто бы проще говорить, что ты работаешь продавцом-консультантом в Armani Exchange. Потом, я не помню, где я еще работал, в какой работе, блядь, что-то, типа, было как-то стрёмно называть. Я как будто бы, знаете, я вообще очень мало работал. Типа, все как-то вот не помню, как так получалось. Что-то как-то бабки приходили. Когда я в 20-м году уехал в Тюмень, ну, типа, я же переезжал в Тюмень. Я жил 3 месяца, блядь, в Тюмени. Я искал все это время работу. И знаете что? Я не нашел работу. Почему так? Я вот сейчас вот это понимаю, что я полнейший был долбоеб. Я проебал там все бабки, блядь, пока я жил эти 3 месяца. И не устроился на работу, потому что, а, эта работа ебаная, она не для меня. Я, знаете, хотел как будто бы сразу стать, блядь, директором, нахуй, ездить на Мерседесе. И поэтому я искал лучший, лучший, лучший вариант. А потом ковид и домой в Кудымкар. Я без денег. Но, тем не менее, вся эта история вылилась в то, что вы меня сейчас смотрите. Ну, то есть, многие из вас пришли ко мне в тот момент, когда я уехал, вот, начался ковид. Я уехал в Кудымкар и, типа, начал снимать видосы. Прям уже, я начинал снимать видосы очень давно. Но они были, типа, такие, обычные видосы какие-то, вот. А когда начался ковид, и там прям серьезненько так подошел, какие-то приколы начал уже лютые мочить. И один видос залетел, блядь, просто вообще везде был. У меня подписки бух-бух-бух. Я помню, что я так хотел, чтобы у меня было тысяча подписок в Инсте. У меня было там, условно, 500, может быть. Помню, короче, что первый человек 300 пришли из ТикТока, когда какие-то сторис туда свои залил. Там что-то про какую-то хуйню я говорил. И мне люди начали подписываться. Потом я в Тюмени снял несколько видосов. И тоже там они в ТикТоке бам-бам-бам залетели. И ко мне люди начали подписываться. Я снял эти видосы про Нацвай в ТикТоке. И я такой, блядь, люди на меня подписываются, потому что я снимаю про Нацвай. Все. Буду долбить эту тему до Талова типа про Нацвай. Я стану нахуй амбассадором Нацвая. Ну, короче, так не получилось по итогу. Слава богу, блядь. Потом уже мы с Наташей сняли видос, который залетел. И, собственно, оттуда все пошли. Я помню, вот это первое время. Знаете, все, видимо, сидели на хате, блядь. Нехуй было делать. У меня видос залетает. Я вообще не понимаю. Мне звонит Наташа, говорит, ты видел, у тебя типа в ТикТоке там сколько это? 500 тысяч просмотров. Я такой, да ну нахуй. Ну, короче, вообще много. Прямо столько лайков. Люди начинают подписываться. У меня в тот момент я вообще охуевал. У меня просмотры, сториз были, прикиньте. Ну, типа там условно каждый день там по сколько-то человек подписывалось. Условно там каждый час, как будто по человеку 60. Потом в моментах еще начали паблики разные подхватывать этот видос. И я просил, я прям писал пабликам, я просил, чтобы меня отмечали. Глоточек взял. Ой, хорошо. Ой, и вообще песня вода. Девчонки пишут, типа ну такой актив вообще просто ебанутый. И вот я помню, я до сих пор знаю вот этих людей, которые в тот момент мне писали. Они до сих пор на меня подписаны. Я очень благодарен вам, честно. Блин, я просто, я запоминаю Ники. Ники в инсте. Вот я могу нихуя не помнить вообще этого. Я не помню, когда у меня отца день рождения. Ну, сука, я помню, блядь, Ник, который мне там девчонка писала, знаете, там в 17 году. Я помню, как у нее Ник. Вот я не знаю, что за память у меня вот эту хуйню. И тогда вот что-то пошло. Я думаю, ну все. Бомба. У меня просто там что-то 1004 человек подписалось. Я такой, уууууууу. Потом начал снимать видосы. Ну, и они типа так уже постепенно залетали. Ну, что это не то. И потом TikTok нахуй закрылся, блядь. У меня, вот знаете в чем прикол? Я начинаю снимать. Ухожу в творчество, когда у меня нет работы. Когда у меня нет денег. Когда я в полной жопе, блядь. И то есть это говорит о том, что ну, это то, что мне нравится. то есть когда у меня есть работа я не снимаю ничего знаете как будто бы вот это какая-то вдохновение открывается типа блять как будто бы не знаю как это описать типа у меня есть вдохновение когда у меня нету не денег нету работы типа я в полной жопе блять вот тогда начинаю снимать какие-то видосы собственно можно вот определить у меня в инсте в инсте посмотреть Когда я был в полной жопе, блядь Когда видосы есть, значит, очко Хочу заниматься, но, типа, знаете Тяжело Лично у меня в голове такая история Что, типа, как будто бы не получается Если я работаю, то, типа, все Творчество идет по пизде полнейшей Так, про видосы рассказали Мысли в голове вообще Знаете, сумбурно Я не могу держать какую-то цепочку Чтобы вот рассказать какую-то Четко выстроенную Структуру Так, и что я хотел сказать вам, ребят Ну, сейчас, 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 сейчас Короче В целом я записал себе тут пару Ладно, не видно Записал себе Пару тем, которые я хочу с вами обсудить Ну, просто рассказать про них Вопросы, которые вы мне задали Пропадание из интернета я рассказал Короче, я пропадаю из интернета, когда У меня вообще прям лютая депрессуха Начинается, то есть У меня нету настроения Я вроде бы в жизни Ну, типа, адекватно Вот, это как раз таки про депрессию Я начал про депрессию И куда-то ушел в дебри, блять Я понял, что у меня реально Я постоянно нахожусь в состоянии депрессии То есть, бывают моменты, когда Типа, заебись Но в основном это все Какое-то такое ебаное Вонючее настроение У меня максимальные перепады То есть, мне в секунду вообще круто Я такой, типа, ух, живем-живем, блять А просто через секунду все Жизнь говно Я очень много, блять Очень часто Очень часто думал про Вообще, ну, то есть Это реально была Не то чтобы проблема Но, типа, я думал про это Я представлял это И как будто бы мне становилось легче Знаете, это условно, когда Ты работаешь, и ты знаешь, что ты можешь уволиться Тебя работа, типа, это бесит, блять Но ты знаешь, сука, я в любой момент могу уволиться И тебе становится легче Я думал про Блять, я не знаю, можно говорить слово Давайте какую-нибудь Самовыпил Вот так Про самовыпил Ну, вы понимаете, про что я говорю Не скажу, что была попытка Вообще, для возможно Для кого-то это сейчас будет Ну, типа, откровение, что, типа, ебать Я Не помню, какой это год был Ну, типа, это год, наверное, 20-й Я не помню, что У меня тоже какая-то была хуйня в жизни Хуйня с работой Я Сел Поставил перед собой стул Взял листок бумаги И начал писать Начал писать Ну, грубо говоря, записку просто вот Для родных Написал ее И с такой тяжестью Я вот так вот сижу У меня слезы просто льются Я не знаю, что за состояние было Вообще Блять, кого хуй ком в горле сейчас Не знаю, насколько бы я мог далеко зайти Я сидел на кровати Типа, передо мной стул Я думал, что я просто выйду в окно У меня записка написанная Ну, нескольким людям То есть, там Все адресовано было Я просто вот так вот бахаюсь на кровать И засыпаю нахуй Просто меня в моменте вырубает Я просыпаюсь И мне так, ну, типа, легче стало Знаете, я такой, типа, фух Ебать Как будто бы я был Ну, вот В сантиметре от того, чтобы Закончилась бы вся моя история Вот так вот Я сжег потом это письмо Ну, типа, его вообще никто больше не видел И Дальше этого не заходило То есть, были какие-то моменты Когда, ну, я сидел Типа, думал про это Ну, и становилось Как будто бы легче Знаете, что, типа, блять Насколько бы тяжело не было У тебя всегда есть выход, блять Просто у тебя всегда есть выход Но Я Знаете, до этого До всей вот этой истории Когда она меня стала поглощать Я думал, а почему Люди вообще, ну, вот Уходят из жизни Вот так вот, типа, самовыпил происходит Вроде бы, блять Тебе уже нехуй терять Ну, знаете, условно До абсурда доходит Ты разденься, голый, блять Пробегись по улице В чем проблема В тот момент Когда я писал вот это письмо Я понял, что это не так работает В этот момент Когда вот У тебя накатывает Ты не думаешь, что типа Ах, похуй, разденусь Пойду по улице там Возьму кредитов Съебусь В объектам Буду там жить В этот момент Ты думаешь только о том Что все, меня заебало Я хочу выйти Вот И тогда я понял Как это происходит То есть это дело момента Если ты его не остановишь То, ну, это уже будет все необратимо Меня, слава богу, блять Не знаю Какие-то силы просто остановили Я просто, ну, вот Уснул Я просто уснул Все остальные моменты Это просто были Какие-то депрессивные состояния Я не знаю Блин, не хочется Конечно, очень грустно Какую-то тему поднимать Ну, типа, тем не менее Это просто Будем считать то, что я Рассказываю самому себе Чтобы в дальнейшем Когда Буду Не знаю Когда буду где-нибудь Посмотреть и типа Просто поугарать Что я жил в какой-то хате Сидел с этой кепкой И что-то рассказывал Ну, типа Так, как будто бы проще Момент Знаете еще В чем? Что вот Ты видосы какие-то записываешь И вот про сториз Тоже хочу сказать Что как будто бы Это нахуй никому не нужно Всегда найдется Несколько человек Кому это будет интересно Которые досмотрят Этот видос до конца Которые посмотрят Твои истории Какие бы они ни были Глупые Что бы ты там ни говорил Они досмотрят И ты им как человек Будешь интересен Один-два человека Если у тебя там условно Несколько там человек Подписано на тебя Один-два всегда найдется Поэтому ориентируйтесь на них Так проще Просто в голове у себя уложить Что Это все равно Кому-то будет нужно В целом Вот про мои состояния И сейчас они стали больше Обостряться То есть Меня в жизни не устраивает Ну понятно почему В жизни не устраивает Ты недоволен своей жизнью Из-за этого у тебя Состояние какие-то депрессивные Хотя в целом Это все вообще охуенно Ты жив Ты здоров У тебя все живы Все здоровы Ну типа в целом Все четко Все можно исправить Надо просто взять себя в руки Но вот это состояние Оно съедает тебя изнутри И ты не можешь Не лежать Блядь Не спать Ты можешь Я вот могу допустим Общаться с людьми Казаться веселым Но блядь Домой прихожу Все У меня Я несколько дней подряд Просто плакал Я вообще не понимаю Что это за история Я просто приходил домой Вот так вот ложился И просто у меня слезы стекли Я не понимаю Почему это происходит Просто внутри Какая-то жалость к себе Ну Не скажу что это хорошо Но я не скажу что это плохо Вообще в целом Мужчины почему Часто Умирают Почему мужчины часто умирают От чего От сердца Потому что мы все копим В себе Мы никому Мы ни с кем Ну не принято это делиться То есть Скупая мужская слеза Блядь Да все это хуйня Сейчас жить стало Как будто бы Не то чтобы тяжелее Но просто Я скажу так Что жить стало все таки тяжелее Век интернета Век Инфобизнесменов Которые нихуя не делают Зарабатывают До хуя А ты работаешь Грубо говоря На какой-то залупе И ты понимаешь Что блядь Он твою годовую зарплату Сделал там условно За день Ну Легко тебе от этого станет Нет Нелегко И вроде бы Я сам себе это проговариваю Типа блядь У каждого своя судьба Каждый свою проживает жизнь Но все равно Тяжело становится От этого Но Знаете Вот сейчас Как будто бы С моментом Кого-то взросления Я не считаю себя взрослым У меня как будто бы Мозг все равно Еще где-то В какой-то момент Истался Мне Наташа Моя бывшая девушка Сказала Что Момент взросления Как же она выразилась Это Когда ты Взял на себя Какую-то ответственность То есть Ты несешь ответственность И тогда почувствуешь себя взрослым У меня сейчас Грубо говоря Нет никакой ответственности То есть Ну Я грубо ответственный Только за свою жизнь Все И то я в моменте Я чуть не просрал Блядь Волит свою жизнь То есть Почему это Недовольство Все это из-за денег Я Знаете Вот какая у меня История была Все самые Ну типа Относительно Большие деньги Я зарабатывал На хуйне Ну то есть Я там вообще Грубо говоря Не работал Это все Какие-то Блядь Серые Черные Ну не черные Серые Какие-то схемы Блядь В тот момент Я вообще Охуенно Зарабатывал Потом Когда вот Какая-то Такая работа Была Знаете Полуофициально Либо официально Вообще Хуйню Зарабатывал Просто Вообще Блядь Ну дичь Какая-то Сейчас Последний год Просто Понимаете В чем В чем Вся моя История Из-за чего Я не понимаю Что я хочу Я не понимаю Куда я живу И для чего Я живу То есть Раньше У меня Была цель Про нее Чуть попозже Поговорим Я в тот момент Зарабатывал Очень Большие Ну типа Не очень Большие Деньги Очень Легким Путем Ты нихуя Вообще Не делаешь Условно Говорят И за вечер Мог сделать 30 тысяч Блядь Чтобы А потом Ты понимаешь Что тебе Надо работать Месяц Чтобы заработать Там Условно Эти же Самые 30 тысяч Рублей Плюс Там Какая-нибудь Премия Блядь А тут За вечер За два часа Блядь Можно было Короче Я не буду Вдаваться В подробности Что была За работа Но типа Это пиздец Маленькие Деньги Не зарабатывают Тяжелее всего И после того Когда ты Зарабатывал Такие легкие Деньги Много И Ты практически Ничего не вкладывал Очень тяжело Потом начать Работать Типа Просто Заработ Самоусловно Знаете 60 тысяч В месяц Или 70 Ты просто Месяц Блядь Работаешь И типа Все вот Мои работы Они Не приносили Мне какого-то Охуенного Дохода Вот Я работал Водилы К чему Вот кстати Вот мы сейчас Плавно подходим К этому Как я стал Работать водителем Помните Я работал В моменте Водителем В пятерочке Я Очень давно Очень давно Хотел Уехать Ну я сейчас Хочу Вообще Эмигрировать Из России Я не знал Как это сделать То есть Я поговорил С отцом Он мне говорит Слушай Ты хочешь мир Посмотреть Иди работать Типа Ну водителем Дальнобойщиком По Европе Покатаешься Европу Посмотришь Поймешь Надо оно тебе Не надо Я такой Блядь Охуенный Я тогда Это было После как раз Таки карантина Я отучился Я отучился На категорию С Да Там прикол В том Чтобы на фуре Работать Надо отучиться Сначала На категорию С Прождать Год И потом Только на Е Можно отучиться Но это с прицепами Ездить Мне нравится Ездить На машине Ну типа Я люблю Я не разбираюсь В машинах Я ничего там Не понимаю А тем более В грузовиках Я очень боялся Что у меня колесо Ебанет Оно мне потом Ебануло Кстати Благо мне его Не пришлось Самому менять Я просто До шинки Докатился На грузовике Вот Я работал В пятерочке И типа Я зарабатывал Ну хуйню Вообще Деньги Я не помню Там Ну условно До 50 Я такой Ладно Это опыт Ты типа Просто сейчас Работаешь На свой опыт Ты Понять Как грузовик Вообще рулить Как там Подъезжать Условно Типа Я опыт этот Получил Потому что Ты на огромном Грузовике По центру города В такие пиздари Заезжаешь Блядь Жопой Где-нибудь Между машинами Ну блин Вообще Прикольно Конечно было Но работа Сука Скотская Максимально Просто Ты не спишь Нихуя Я работал Сначала 3-3 Со сменщиком На одной машине Потом Мы с ним договорились Что типа Будем работать 5-5 То есть 5 дней Я работаю Потом 5 дней Отдыхаю Вообще Охуенно Ну блядь 5 дней Ты сука Эти просто Живешь в машине Можно конечно Было домой уезжать Но я тогда был Без тачки Склад Находится В Краснокамске Это ну 30 километров От города Получается И мне чтобы туда-сюда Не мотаться Я нахуй Прям в машине Спал Да и Типа там Между рейсами Так мало времени Ты грубо говоря Все эти 5 дней Спишь Вот знаешь Часочек раз Перекамарил Все поехал 5 часов Едешь Блядь Потом раз Опять полчасика Покамарил 2 часа едешь Ну вот короче Такая история Очень тяжело было Устроился летом Нихуя себе Сообщение Это Олечка Мне написала Моя подружка Че случилось Понятно Я устроился Оттуда летом И доработал До нового года Просто уже Потом не мог Я там чуть не попиздился С главным механиком Пидор там новый Пришел Книда Блядь Ну работа Реально уебищная Тем более Я там мало Вообще получал Но я думал Типа для опыта Опыт мне для чего Чтобы потом На фури поездить Я Когда уволился Я в моменте Когда работал Еще на Это кстати Вот один из вопросов У ребят Кто мне задал Почему коврами Перестал заниматься Когда работал Еще на грузовике Грузовиком Я работал Ребят Я был грузовиком Блядь Я начал заниматься Коврами Как я начал заниматься Коврами Вообще История Балдежь Блядь Кринж полнейший Я приехал К родителям У них дома Так же Как и здесь Короче По полу Ковры Короче Лежат Я что-то Хожу Думал Блядь Чем заняться Смотрю Ковер Думаю А как делают Ковры Ну вот Типа Вот такие Большие Знаете Которые Дома Мы на пол Кладем Как их делают Ну типа Может Коврами Начать Заниматься Я такой Гуглю Как делают Ковры У меня Выходит Просто Знаете Типа Из Алиэкспресс Вот этот Пистолет Для Тафтинга Я думаю Че Я так Гуглил Промышленные Ну типа Ковры Блядь Большие Я такой Нихуя Ковер Можно сделать Своими руками Раз Понимаю Что Блядь Как будто Я вообще Это не видел Я вообще Про это не знал В ютубе Мало что есть Ну типа Есть англоязычная И вот у нас Один русский чел Я думаю Нихуя Берем Все Бабки Короче Не помню То ли я занял То ли Тысяч На 50 Наверное Закупился Ну типа Пистолет На тот момент Стоил 20 тысяч Плюс Машинка Для стрижки Короче Еще Тысяч Еще тысяч Пять Наверное 25 Получается Потом Ткань заказал Потом Заказал Что-то еще Ножнички Я купил Всякую Не 50 Не наебал Точно 30 Наверное У меня это Вышло Все И потом Я просто Выставляю Что делаю Ковер И мне пишут Ооо прикольная Тема Давно Про нее Знаю И я в ахуе Сижу Я думал Я открыл Золотую Жилу Дипа Знаете Что-то Только Начало Зарождаться И впервые В жизни Я это Урвал Вот В самом Начале Условно Эти Как со Спинерами Их Только Начали Крутить И те Кто Уже Знали Что Это Будет Модно Они Закупили Просто Стали Миллионерами А ты Под конец Такой А у меня Три Коробки Спинеров Может Кто-то Купит Они Уже Нахуй Мне нужны Уже У всех Попыты Я такой Да Ебаный В рот И мне Просто Все В сторис Пишут Да Да Прикольная Тема Тоже Хотел Заняться Я думаю Ах Ты Сука Ладно Мне Нравится Творчество Думаю Хорошо Займусь Начал Заниматься Что-то Получалось Какие-то Заказы Пошли Даже Ну Я Рассчитывал На свой Инстаграм Что Вы Мне Будете Писать Заказывать Я Не Помню Сколько Ковров Сделал Ну Типа Достаточно Я Сука Такие Низкие Цены Блять Говорил И Я Понял То Что Ну Я Просто Не Вывожу То Условный Профит У меня Есть Но Он Вообще Небольшой И Под Конец Я Понимаю Что Эта Работа Просто Ради Работы Цену Я Ну Типа В какой Номент Я Такой Блять Мне Ребята Даже Сами Говорят Типа Сделай Типа Цену Повыше Я Делаю Цену Повыше Они Такие Бля Дорого Я Думаю Ну И Хули Теперь Мне Делать Не Все Запал У меня Прошел Я Понял То Что Я Уволился С Пятерочки В какой-то Момент Я Несколько Месяцев Работал Чисто На Коврах Потом Я Вот Этот Момент Уже Если Честно Плохо Помню Чем Я Ну Типа В Детейлинге Тоже Особо Ну Типа Денег Я Там Как Таковых Не Увидел Ну Типа Блядь Я Только Начал Грубо Говорю Это Ремесло Типа В Него Входить Надо Много Времени Потратить Ну Типа У У Немня Времени Как Будто Нет Чтобы Надо Ну Типа Деньги Сейчас Зачем Мне Деньги У У Меня Долговые Обязательства Ребята Блядь Они Уже Очень Давно И Мне Надо Закрывать У Меня Долгов Порядка Типа 1400 500 Чтобы Понимали Их Типа Все Нужно Закрывать У Меня Собственно Говоря Скорее Всего Из-за Этого Пастя На 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 Типа Это Отрицательная Энергия Которая У Тебя Есть Я Всегда Думал То Что Появляться Я Так Заебись Ну Вот Так Вот По факту Блядь Как Оказалось Что Костик То Вообще С бабками Не в ладах Финансовой Грамотности Как Таковой Нету Блядь Сейчас Я Ушел Из Детейлинга Я Теперь Не Работаю Ну Точнее Я Уже Работаю Я Думал Уехать Куда Вахты Работать Чтобы Ну Типа Долги Быстро Раздать Смотрел Я Дохуя Не знаю Куда Ехать Думаю Ладно Пока Попробую В Перми Устроился Сейчас Я В Магнит Распределительный Центр Короче График У меня Там 2-2 Ну Типа На складе Короче Работать Зарплату Типа Обещают В пределах 110 тысяч Вот Но Это Типа Надо Грубо говоря Работать Вообще Месяц Без Выходных Грубо говоря Вахты Ебаши У меня Сейчас Месяц Стажировки Типа Там За этот Месяц Стажировки Я должен Получить Ну Типа В районе 60 И Там Уже После Этого Месяца Будет Понятно Ну Блядь Я Понял Что На складе Это Пиздец Как Очень Скучная Работа Максимально Мне Мне Как будто Надо Какой-то Не знаю Меньше Делать Больше Получать Но Это Всем Так Надо Блядь Ну Типа Это Не так Работает Но Хотя Чтобы Работа Была Интересная Я Очень Хочу Записывать Видосы Ну То есть Это Для Меня Отдушина Моя Мне Это Нравится Делать Я Это Люблю Делать А Тут Как Будто Б Времени Нету График 2 Ты Два Дня Работаешь Вот У меня Сейчас Первый Выходной Завтра Второй Но Уже Надо Завтра Лечь Пораньше Потому Что Мне Вставать В 6 Утро И Для Меня Вот Эта История Она Тоже Была Очень Тяжелой Потому Что Вообще Говорить Где Ты Работаешь Что Типа Ну Работа Не Та Как Будто Вы Знаете Какая Ты Охуенная Ну Типа Условно Ты Не Бизнесмен Ты Не Директор Ты Даже Не Инфо Цыганин Ты Ничего То На Темках Хотя В целом У меня К темкам Как будто Сейчас Какое То Опасение У меня Внутреннее Чувство Что У меня Это Нихуя Больше Не Прокатит Как будто Я Уеду В Тюрьму Если Начну Чем То Заниматься Нелегальным Поэтому Я Сейчас От Всего Этого Сторонюсь Максимально Вот Сейчас Мы Постепенно Переходим Я От Этой Темы Отошел К Чему Я Обще Вел Для Чего Мне Нужен Был Опыт Водилы А Вот В магните Короче Я Подумал Что Недавно Лежал Думал А может Снова Водилы Пойти Есть У них Которые По городу Ездят Типа Условно А есть Те Которые На Фуре Гоняют Между Складами Короче На РЦ Зарплата Как будто Тоже Обещают Типа Нормальную Тому В районе 150 Но Ты Работаешь Грубо говоря Вахтой Ты Работаешь 20 дней Работаешь 10 дней Отдыхаешь То есть 20 дней Ты живешь В машине Но Я подумал Что Если Ну То есть Ездишь По России То есть У тебя Есть Какое-то Время Это В моей Голове Так Возможно Это Вообще Все Нахуй Иначе Берешь Ноутбук С собой И Снимать Видосы И Блять Просто В машине Их Монтировать Все Выставлять На Ютуб Ну Типа Может Зайдет Может Не Зайдет Типа Знаете Будет Дальнобойщика Хотя Таких Блять Каналов Сейчас Хуево Какую Вопрос Тем не менее Каждый Зритель Находит Тебя Ты Находишь Своего Зрителя Зритель Находит Тебя Вот У них Типа Бесплатное Обучение Я категорию Я так и не получил У них Короче Бесплатное Обучение Для чего Мне опыт Этот был Нужен Именно Водителе Я С чего Начал Что я Хотел Эмигрировать Эмиграции У меня Не получилось Потому что Категория Когда я Хотел Тучиться На категорию Е Когда это Прошел Год Началась Война Все Границы Позакрывали А то есть Чтобы по Европе Ездить Нужно Было Ехать В Польшу Получать Там Ну Определенное Разрешение Короче Там Обучение Проходит Все эти Каналы Закрываются Все А я Хотел Уехать Ну Типа В США В Канаду Там Типа Работать Водилой Дальнобойщиком Типа Тут Опыт Поучить По России Потом По Европе И потом Туда Я думаю Ладно Что-то Надо Делать Значит Какое-то Определенное Время Я прожил Типа Не знаю Как Эмигрировать Понятно В детейлинге Я работал И То есть Я подумал Блин Я не помню С кем я пообщался Но мне до этого Ребята еще говорили Что типа Там Эта история Относительно Развита Если ты умеешь Что-то делать То ты типа Сможешь этим Зарабатывать Условно Знаешь У тебя есть Какое-то навык Какое-то ремесло Я подумал Блин Прикольно Получу опыт И туда уеду Я этим летом Был Настолько Близок Чтобы съебаться Помните Я хотел взять кредиты Типа Мне нигде Не давали Это было для этого Чтобы просто уехать Мне не одобрили Ни один кредит Ну одобрили На 500 тысяч Летом Я подумал Блять 500 Надо бы еще 500 Чтобы был миллион Я тогда чекал Раньше Года два Наверное назад Можно было уехать Через мост Ну кто Смотрел эту историю Знает Через мост Ну типа Благотворительная организация Там условно 2000 баксов платишь Они тебя проводят Через границу И ты все Грубо говоря Политбежинец С кейсом Не с кейсом Вообще Похую Сейчас Они уже не работают Они просто У них есть чаты Я смотрел чаты Как там люди Приезжают в Мексику Сейчас есть приложение Ну блять Я не буду все рассказывать Приложение себе Пивоан Ты там Регистрируешься И ждешь Своего прохода То есть Все это уже легализовали Ты сейчас просто Регистрируешься И надо ждать Когда выпадет Дата твоего перехода И эту дату получить Пиздец Как тяжело Сейчас Большой поток Иммигрантов Люди Сидят в Мексике Надо ждать Именно у границы То есть США Это в Мексике Сидят И ловят дату Каждый день То есть Там надо поймать Ты регистрируешься Приложение И ловишь дату Перехода И люди там Просто по полгода Уже живут Они не могут поймать Даты Раньше Вот Условно Летом Они ждали Там знаете Ну типа Тридцать дней Сорок дней Условно Ты живешь В Мексике Там месяц Ловишь дату По итогу Это всегда рандом И переходишь Я подумал Так ладно Билеты туда Одно другое Пожить там В Мексике Ну где-то Примерно миллион Прям вообще В притык Миллион мне нужен Мне дают Только 400 тысяч Не работает Эта история Думаю Ладно Надо что-то искать Ну там Короче Я хотел взять Большую сумму денег По итогу Я В моменте Понял Что мне Этого миллиона Не хватит Летом бы Его хватило Но летом Мне не одобрили Такую сумму Сейчас Я понимаю Что мне Возможно Ну типа Это вообще Экстремально будет Там просто Билеты Пиздец Как дорого Именно таким путем Которым я хочу ехать Мне не хватит Миллиона То есть Люди сейчас Живут на границе С Мексикой По полгода Полгода Ты живешь В стране В незнакомой Где тебя могут Похитить Мексиканцы Блять То есть Они берут взятки Сами Мусора Если они видят Ну они же понимают Зачем сюда люди приехали Почему они живут В городе Который находится С границы С Америкой Они же понимают Для чего Они тебя За шкирку Сюда Что делаешь Где у тебя Типа виза Срочно Плати бабки Если не хочешь Мы тебя депортировали Отсюда Вот такая история То есть Еще на этой бабке Могут развернуть То есть Разные пути Есть туда Прилеты Как ты прилетишь В Мексику Через какую страну И так далее То есть Где-то разворачивают В Дубае Сейчас я видел Разворачивают люди Ну то есть Транзитом ты летишь Тебя в Дубае Разворачивают Мексика Может сама развернуть То есть Ты прилетаешь Просто в Мексику И тебе говорят Иди нахуй отсюда И у тебя бабки Просто Вот такая история Я уже наговорил На минут 30 Я не знаю Кто это будет слушать Кто-то будет слушать Дай бог У меня здоровья Задали вопрос Про отношения Девчонка спросила Почему Типа ну У меня нет давно отношений Условно У меня уже нет отношений Ну с годов 20 То есть Это уже 4 года Прикиньте Я 4 года уже один Да даже больше Блять С годов 19 С годов 19 То есть Это уже условно Лет 5 Просто не знаю Не могу Найти Ну типа Ту девчонку С которой мне будет комфортно Были Девчонки С которыми я долго общался Вроде бы классно Но всегда был какой-то изъян Я понимаю Что и для них Я точно такой же человек Что типа Блять С ним прикольно Но какой-то изъян есть Что-то типа не то Это нормально Просто типа Пока я не нашел Девчонку Да и как будто бы Знаете Я думал про это Размышлял Что возможно Это ответственность какая-то Что пока у меня в жизни Нету вот этой Хваленной стабильности Типа все как-то вот Сумбурно Все непонятно И как будто бы тяжело Ну то есть Девчонка Я категорически за то Что когда ты начинаешь Ну вообще Жить С девушкой То ты берешь Одно полное обеспечение То есть Ты ее обеспечиваешь Никаких Блять Нахуй Писят на писят Это вообще Ну типа Я просто этого не понимаю Просто я этого не понимаю И ну сейчас не время Хотя Вот мне не помню Кто говорил Что когда начал Ну отношения Типа В жизни поменялось все То есть С приходом Правильной женщины Правильной девушки Она тебя направляет Она дает какой-то совет Ну знаете Просто женский взгляд Со стороны И она тебя мотивирует А сейчас как будто бы Я просто ну вот живу Блять В целом пацаны Они же все аскетичны Как будто бы Знаете Вот Та девушка Которую я хочу Ну типа Вот Которая у меня в голове У меня есть Представление Она Она не здесь Она сейчас На другом уровне Очень тяжело Найти типа Девушку С которой На которую ты смотришь И такой Блять Моя Вот ради тебя Горы свернул Такой не было еще Ну типа Просто Блин Помните В одну девчонку Я про нее говорил Сука Все ее еще забыть Не могу нахуй С которой мы общались Блять Красивая Ну это ладно Умная Блять Она так смешно Шутила Прям вообще Разъек Мы просто В интернете Общались Договорились Встретиться И все нахуй Меня она Заигнорила Я понимаю Почему она Заигнорила Скорее всего Но она Но она Меня просто Не так Поняла Тогда Не могу Забыть Она Просто В игнор Ушла Да Мразь Блять Красоточка Такая Вот Такая История Так Что еще Какие вопросы О Кстати Вопрос в тему Какую девушку Видишь рядом С собой Хотелось бы Конечно Жизнь радостную Потому что Я Все таки В своей Какой-то Я конечно Отчасти Жизнь радостная Ну типа Блять Это на процентов 30 наверное Остальные 70 Меня надо Не то что Раскачивать Постоянно Нет Просто Если Если рядом Девушка веселая Я моментально Этим заряжаюсь Я начинаю Заряжать Этим других То есть Первая Веселая Такая Знаете Зажигалочка Шутка Ну типа Просто Блин Активная Если Блять Девчонка Пассивная То мы Нахуй Вместе Сгнием Сто процентов Насчет Вот Какой-то Умный Ну скорее всего Да Ну типа Знаете В чем Заключается Ум У каждого Это же не значит Что мы будем Снизить Блять Уравнения Решать Нет Просто У некоторых Девчонок Есть Знаете Врожденная Какая-то Женская Мудрость Я не знаю Как это описать Да я этого И не смогу Наверное Сделать Но Условно Вот Как поняли Так и поняли Значит Его найду Будет вообще здорово Он говорит Типа У меня нет Особых Предпочтений Там типа Его баба И они просто Все знаете Брюнетки Черноглазые Такие Губы у них Вот У меня У меня У меня в целом Типа Так же Но Как будто бы Знаете Без разницы Хотелось бы Конечно Брюнетку Ну типа Не знаю Вот какая-то Любовь у меня Вот к таким Вообще В целом Восточным Девчонкам Как говорится Никогда Никогда Не говори Никогда Да и Все наверное Веселую Смешную Вот такую Не знаю Как говорится Кто знает Тот всегда найдет А я как будто бы Не могу сейчас Это все Сформулировать Но В душе Я понимаю Что типа Я ее вижу Если я ее увижу То я пойму Что это оно Почему Не показываешь Папу Мама Красотка Молодуля Да слушайте Не знаю Влог Который из Казахстана Я все еще не смонтировал Пахан там есть Просто Он дальнобойщик И мы типа С ним редко видимся Ну типа Условно Да и Как-то Не знаю Я и маму-то особо Сейчас тоже не показываю Раньше Как-то не знаю Так почему Получалось Пахан Просто как-то Не знаю Знаете Это скорее всего Как-то тупо Что типа Не знаю Типа Раньше мне казалось Что типа Блядь Там какие-то Стори Что-то фоткаешь Батю Как-то Ну Как будто Он подумал Че блядь Баран что ли А сейчас Ну как будто Иначе Ну не знаю Снимал вот его В этом В Казахстане И так что-то Тоже фоткались Не знаю За маму спасибо Ну хотя Ну хотя Я к этому Никакого отношения Не имею Что с Жигой Блядь Она у меня В Перми С Жигой Будем делать Блядь У меня столько На него планов Просто пизда Я прям Отдельно 100% На ютуб Это буду Всю историю Снимать Не каких-то Конечно Грандиозных Но типа Пленка Колеса Поставить туда Другой мотор Мотор там Вообще Нахуй не тянет Там видимо Стоит мотор 1.3 Он к тому же Еще и не родной То есть Он в документы Не вписан Это хуево Очень Вот Она считаете Сколько стояло Месяца два Блядь Да даже больше Сколько она стояла Месяца три Наверное Она стояла Просто в кудымкаре В боксе То есть Вот она грубо говоря Зимы Вот только сейчас Я ее увидела Зимой Да Вот такая История Машина хорошая Мне она вообще Вполне устраивает Сейчас вот Че Езжу Кайфую Ну как кайфую Спинка у меня там Отломалась Блядь Это водительская Я вообще охуел Скудымкара Ее гнал Остановился Пасать Сажусь Короче Вот так вот Вытягиваюсь И просто Пух Назад падаю Там же Сжигой Буду заниматься Тогда Когда Будут бабки То есть В нее Надо будет Вкладывать Сто процентов Там Походовке Надо сейчас Дохуя Че сделать Плюс по мотору Мотор надо будет Поменять Сто процентов Салон Салон Полностью Хочу выдернуть Сделать Пересвет Этого Панели приборов Музыку Хотелось Пол Полностью Меняя Полностью Наверное Буду его Шумить Потолок Скорее всего Тоже Все Это будет Шумиться Потому что В машине Очень шумно Блядь Невозможно Нахуй Я не понимаю Как можно На ней ездить Просто уши Закладывают Сидушки Хочу поменять Я хочу Сидушки Поставить Знаете Эти Старых Пятерок Такие кожаные У них Отдельный Подголовник Вообще Песня Только Не знаю Где их найти Их не продают Ну С ковриками Почему Перестал Вопрос Да Смотрите Коврики Себя Изжили Потому что Как будто бы Много кто Стал заниматься Ими Да На самом деле Я просто Перестал Туда Вливать Какие-то То я вообще Не вливал Деньги Во-первых В рекламу Это все Грубо говоря Вы у меня Их покупали И когда Тот лимит Закончился Вот этого Клиента Грубо говоря Моего инстаграма Ресурс Исчерпался Я такой Ну все Значит Забрасываем Ну и просто Под конец Это все Так скопом Получилось Что Денег стало Меньше Я чисто Коврами занимаюсь Заказов мало Блять Еще я тогда В Казахстан уехал У меня был большой заказ Я нигде не мог найти Белую пряжу Блять Нигде не было Еле-еле Я ее нашел Я думаю Блять Все короче Нахуй Надо что-то другое делать Ну видите Вот я Как будто бы Вот так вот Сумпурно все Почему не двигаешься В Казахстане Какие трудности Слушайте В Казахстане Тяжело там двигаться Как будто бы Не скажу Что легче здесь Я могу там получить ВНЖ То есть Ну спокойно Потому что Я оттуда родом У меня там Родственники живут То есть Я могу получить Вид на жительство Просто Что там делать Мне кажется Там будет Не намного Легче Чем здесь И знакомых Там грубо говоря Таковых нету Как тут Ну то есть Тяжелее Вот Хотелось бы Конечно Уехать в Америку Но сейчас Мне просто Типа денег На этого не хватит И я вот Как будто бы Потерял цель В жизни То что я хотел Уехать В Штаты И сейчас Ну у меня Это никак не получается То есть Ну вот все Я не знаю Что с этим делать То есть Я не знаю Как уехать В Америку Вот это вот Мечта Я не понимаю Откуда она у меня Вообще появилась Вот это знаете История про Типа Уехать в Америку Почему Откуда Почему не в Европу В Европу Не хочу Не хочу там Куда-то еще В Азию Почему именно Америка Ну у многих так Это потому что Наверное знаете С чем связаны Фильмы Плюс Не знаю Может Вот Не знаю почему Я не могу объяснить Не скажу Что мне нравятся Там охуенные Фильмы Просто Что-то близкое Мне как будто бы Мне говорят Там другой менталитет Это похуй Я готов там работать Поломощиком Мне будут да пизды Главное жить там Я уже про это говорил Не знаю Но сейчас Вот пока Я не знаю Как туда уехать Когда видосы На ютубе Слушайте Сейчас пока работаю У меня Ну Нет времени Грубо говоря На это Нет времени Нет возможности Тут у меня нет компьютера Все упирается В компьютер Чтобы снимать на ютуб У меня блять Видос заблокировали Суки Четыре Этих Четыре свадьбы С телеканала Пятница Я конечно написал Там блять Этому На почту По авторским правам Хуй мне кто ответил Вот Снимать видосы Надо Но у меня нет компьютера Нужен мощный компьютер Чтобы это смотреть И чтобы это монтировать У меня такой возможности Пока нет То есть у меня нет компа Так-то бы уже давно Я бы столько Видосы уже наснимал И каждый день Сижу в тухаю Когда выходные Типа не знаю Чем заняться Такая история Так что видосы появятся Когда Будет свободное время Я либо уеду В Кудымкар Ну хотя это Навряд ли вообще То есть мне нужно Купить ноутбук Ну как понимаете Сами на ноутбук Нормально Типа бабок Сейчас вообще Ну типа вот Ноль Вот этот Наверное я Оставлю Напоследок вопрос Ну я сейчас На него отвечу Он где-то Либеросня И буча Которая там Критикует власть Про Навального Я в тот день Работал Приехал к Диме К моему другу И мы что-то вышли Короче с тым Курим Он такой говорит Че как у тебя новость И я такой Какая Ну типа то что Навальный Умер Он на меня смотрит И у меня первая реакция Вот такая вот Я не понимаю У меня просто улыбка Ну знаете Видимо как-то Мозг Срабатывает На такую На такие известия Что типа ну вот Улыбка Я не хочу улыбаться Мне не смешно вообще Но у меня просто улыбка Я вот так вот Ну типа А внутри я понимаю Ну типа пиздец Я в тот момент Так охуел Я думаю Охуеть Я так охуел Ну типа Это не близкий человек Чтобы Как-то это вот Вот так вот было Но У меня вот типа Как будто бы Знаете Что-то реально Вот такое вот Это бы твой знакомый Хороший И типа вот он ушел Его не стало И ты такой Охуеть Типа Ну это больно У меня было такое Когда Я был в Кудымкаре И я в новостях Увидел Что Тесак умер Тесака типа Убили в тюрьме А я у него Видосы смотрел Вот это Окупай педофиля Вся короче Фигня Я у него Книгу прочитал Блядь Сейчас уже не вспомню Как она называется Ну вот тут Где-то вставлю Я не знаю Можно ее вставлять Ну короче Ладно У Тесака Будет книга Название Я бы просто Прикреплю Классная книга Он там рассказывал Про то Как он в тюрьме сидел Вообще На одном дыхании Я ее прочитал И я когда узнал Что типа Вот он умер Я такой Охуеть Ну для меня Это таким шоком было Хотя вроде бы Да Ну Не то чтобы Твой кумир Просто Ну вот Ну видимо Как-то вот так вот И с Навальным Такая же история Ну типа Это пиздец Была надежда Знаете Что типа Человек Доживет До той России До той России Будущего Которая Ебет Все остальные страны По По экономике По уровню жизни Что у нас все так Охуенно Ну вот Видимо Не получилось Я знаю Что на меня Многие люди Подписаны Которые возможно Даже сейчас Вот эту историю Досмотрели У них начинает Брыжать слюна Что я таких взглядов Честно Ну Вот так вот В жизни происходит Как будто бы Для многих Это бывает Каким-то Знаете Не откровением А типа Вау Блять Мы не думали Что ты Вот такой Вот Либерал Ну вот так вот Да Всем спасибо Ребят Что Кто Досмотрел Такой мой Монолог Какой-то Не знаю Всем огромное Спасибо Возможно Что-то Вы Новое Узнали О Неизвестном Человеке Возможно Просто Как-то Время Провели Когда Неху Делать И вообще Уже Весь Ютуб Пересмотрели Ну Спасибо Вам Большое Что Посмотрели И Я Поделился И Как будто Мне стало Чуточку Легче Пока Пока